Друзья, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Даша, я персональный стилист и создатель школы Dash Style School. Если вы здесь впервые, обязательно подпишитесь. Вот здесь внизу есть кнопочка для того, чтобы не терять мои ролики в сети, потому что у меня здесь очень много полезной информации о стиле, моде и всем том, что вы хотите знать о гардеробе. Сегодня будет очень классная тема. Будем говорить о том, как правильно носить черный цвет. Объясню, почему вообще есть смысл думать о том, как правильно его носить, какие комбинации на самом деле классно работают. И я уже, видите, в черном, специально, чтобы вам показать разные вариации, и собрала такую небольшую капсулу, чтобы показать вам, как работает черный цвет с разными другими цветами. Но прежде чем мы с вами начнем, хочу сделать небольшой анонс. Я сейчас готовлю практику по составлению капсул. Это на самом деле очень классная программа, куда я с радостью хочу вас пригласить. Смотрите, капсульный подход к гардеробу – это вообще один из важнейших навыков как для стилистов, так и для тех, кто хочет в своем гардеробе навести порядок. То есть, если вы устали от того, что у вас много вещей, но нечего надеть, или вещей мало, и вы не знаете, что именно купить, чтобы дополнить гардероб, вот во всех этих случаях вам пригодятся капсулы. Что такое капсула? Капсула – это набор из 9-12, где-то в таком разбросе количества вещей, плюс обувь и аксессуары. И важно подбирать капсулу так, чтобы все друг с другом сочеталось. То есть, вообще мой любимый самый принцип – чтобы было мало вещей, но много сочетаний. И это возможно только в том случае, если вы заранее эту капсулу продумываете. Это, конечно, все здорово так звучит, но самостоятельно очень сложно на самом деле научиться составлять такие капсулы. Сколько бы вы видео на эту тему не посмотрели, вы все равно самостоятельно, скорее всего, не применяете этот подход. И поскольку я всегда заточена на практику, чтобы все мои студенты, выпускники, все мои подписчики умели применять то, о чем я рассказываю в своих гардеробах, я решила сделать не просто вебинар или какой-то теоретический курс, а именно практику по созданию капсул, как он будет происходить. Смотрите, первый день, 23 июля, мы встречаемся с вами на онлайн-встрече, где я дам самые классные работающие методики, как собрать эти капсулы. Они очень простые в смысле того, как их применить к себе, но нужно знать некоторые фишки, поэтому я об этом буду рассказывать, как и по какому принципу вообще собирать капсулу. Часто люди не знают, от чего оттолкнуться при сборе капсулы, как добавлять туда вещи, где эти вещи брать и так далее. И я все эти нюансы вам расскажу. И далее, в течение одной недели в закрытом чате Телеграм мы с вами будем отрабатывать эти капсулы. Вы будете пробовать, сочетать, а все сообщество будет давать вам обратную связь. Это на самом деле потрясающая практика, и я вас уверяю, что не во многих школах делают такое, потому что это очень сложно провести технически. Но в своей школе я абсолютно уверена, потому что у нас очень классно всегда собирается аудитория. Те, кто был в наших программах, знают, что в наших чатах всегда самая прекрасная атмосфера, очень много взаимопомощи, поддержки и никакой совершенно критики, что для меня, например, абсолютно важно. Потому что мне хочется, чтобы в моей школе вы получали только знания, пользу и много вдохновения для того, чтобы реально применять это все в своем гардеробе. Плюс у меня очень много выпускников-силистов, которые в этих чатах тоже будут дежурить и смогут вам дать какие-то подсказки и рекомендации. И когда вы неделю попрактикуетесь, попробуете и выйдете таки со своей работой в чат, я проведу еще один вебинар, где возьму ваши работы и разберу их, объясню, где что можно было бы добавить, изменить, какие-то свои идеи предложу. Короче говоря, это будет настоящая проработка вашего гардероба и прокачка. Поэтому прямо сейчас переходите по ссылочке внизу в описании этого видео и регистрируйтесь на практикум по составлению капсул. Мы будем проводить его с 23 по 31 июля. Не пропустите! Ну а теперь поехали про черный цвет. Почему так важно вообще уделять внимание черному цвету? Вот на моей практике есть разные гардеробы. Есть люди, которые, наоборот, любят только черный цвет или много темного цвета в своем гардеробе. А есть те, кто черный не любит. И я понимаю причины. Дело в том, что черный цвет, он очень капризный на самом деле. Не каждая внешность выдержит черный цвет. И черный цвет это не тот цвет, который будет нас освежать, молодить, делать, не знаю, бодрее, веселее. Но при этом черный это один из самых стильных цветов. Поэтому его просто нужно научиться грамотно носить. Мы сейчас с вами не будем вдаваться в теорию цветотипов. В ролики на YouTube это сделать невозможно. Я читаю об этом отдельные большие курсы. Но вы должны понимать, что черный цвет идет очень маленькому количеству людей, которые имеют высокую контрастность. То есть, например, очень темные волосы и очень светлая кожа. Или очень темные волосы и очень темная кожа. Это если вот так вот широкими мазками. Всем остальным черный нужно обязательно адаптировать под себя. А есть внешности, которым черный вообще не подходит. Это люди с низкоконтрастной внешностью. Очень светлые, акварельные, такие практически прозрачные лица. Черный цвет рядом с которыми просто убивает вот эту всю нежность и делает это лицо гораздо старше. Поэтому первый принцип. Я очень советую, если вы не относитесь к категории тех людей, которым идет черный цвет, все-таки не носить черный близко к лицу. Вот, например, сейчас посмотрите, у меня надета майка, да? И у нее достаточно глубокий вырез. Плюс я добавила сюда украшения, которые подходят мне и моей внешности. И они немножко разграничивают вот это пространство между мной и черным цветом. То есть в портретной зоне есть вот это разделение. Это первое. Второе. Я всегда советую и сама так делаю, ношу черный цвет исключительно летом. Потому что летом мы, в принципе, выглядим немножко здоровее, немножко бодрее. Цветит солнышко, плюс загар, бронзеры и так далее. В общем, все это помогает нам выдерживать более контрастные и темные сочетания. Поэтому черный цвет для меня это исключительно летний цвет. На самом деле, достаточно часто можно заметить, что женщины, которые живут на юге, где-нибудь в Испании, Италии, они достаточно часто носят черный цвет. Именно по этой причине, что он отлично смотрится под солнечными лучами. Поэтому, собственно, я решила сделать это видео сейчас в разгар лета. Я покажу вам сейчас пять цветовых композиций, которые мне нравятся с черным цветом и которые летом будут отлично работать. И первая композиция это Total Black. Собственно, я уже облачилась в это сочетание, чтобы вам показать, как это работает. Total Black максимально, мне кажется, стильный способ носить черный цвет. У меня черный такой хлопковый льняной костюм и черный топ. Я сюда еще добавила черные босоножки и возьму вот такую черную сумку плетеную, да, поскольку у нас с вами лето. Плюс с этим хлопковым костюмом будет смотреться отлично. Ну и, конечно же, черные очки. И тогда это все будет смотреться вместе просто отлично. Плюс добавила те украшения, которые подходят мне и моей внешности. И черный смотрится очень стильно. Если мы с вами будем использовать, например, только черные брюки или только черную сумку, то, скорее всего, такое сочетание будет очень скучным. А чтобы оно стало именно шикарным, это должен быть Total Black. Костюм на мне это бренд Four Forms. Бренд создан для больших размеров, но я его тоже с удовольствием ношу. У меня размер 46-48, 46 сверху, 48 внизу. И я покупаю практически самый маленький там размер. Кстати, у брендов, которые рассчитывают линейку на большие размеры, у них, в принципе, немножко другая полнотность. И это, кстати, очень классно. То есть костюм на мне небольшого размера. Видите, как он шикарный и свободно смотрится. И брюки такие свободные, и рубашка очень свободная. И за счет этого появляется именно шик. Плюс классное качество, поэтому я этот костюм вам с большим удовольствием рекомендую. Ссылочку на него также оставлю внизу в описании этого видео. Кстати, костюм на лето классное решение, потому что его можно носить как вместе, создавая Total эффект. А можно его разделить. Получается, что вы покупаете как бы одну вещь, а на самом деле получается большое количество сочетаний. Когда мы с вами встретимся на практикуме по капсулам, это будет одна из методик начинать собирать капсулу именно с костюма. Поэтому возьмите на замок. Субтитры сделал DimaTorzok Следующий цвет, с которым я обожаю сочетать черный, это бежевый. Во-первых, потому что получается очень сложное сочетание. Бежевый, все оттенки коричневого, например, вот так вот, посмотрите. Получается, если я надену вот так, это сочетание будет таким вкусным и нестандартным. Большинство людей сочетают обычно черный цвет с чем-то таким же контрастным и насыщенным. Например, кажется, что черный надо сочетать, например, с красным, вот таким вот образом. Но черный и красный это классное сочетание для очень небольшого количества людей, для тех, кто очень и очень высоко контрастный. Для меня, посмотрите, это просто убийственная комбинация, которую ни в коем случае нельзя использовать. Ну и на мой взгляд, такое сочетание смотрится очень прямолинейным. Я не люблю вот эти прямолинейные сочетания, когда очевидно, что это с этим. Несмотря на то, что черный цвет считается нейтральным, то есть у него нет цветовой температуры, к каким цветам относятся черный, белый и серый. То есть, как бы в теории черный можно сочетать с любыми другими цветами. Но по опыту могу вам сказать, что черный вот с такими яркими и контрастными смотрится жестковато. И, например, черная сумка, несмотря на то, что у меня есть она в гардеробе, я очень люблю черные сумки, это не самое универсальное решение. Потому что нужно тогда очень внимательно продумывать цвета. Например, какая-нибудь коричневая, бежевая или серая сумка гораздо более будет универсальна, потому что она подойдет в разные другие цветовые сочетания. А вот сочетание с бежевым, оно смотрится сразу очень стильно, нестандартно. И если мы с вами говорим о том, что большинство из нас не высокого контраста, такого среднего или от среднего к высокому, то сочетание с бежевым даст как раз мягкость. То есть, немножко смягчит черный цвет, из-за этого будет смотреться очень хорошо. Хорошо, сейчас я надену. Ну вот я подоткнула на скорую руку, но я думаю, что уже видно, как красиво смотрится это сочетание. Плюс добавим сюда карамельную такую сумку. И мне очень нравится, что получилось. Выглядит стильно, нестандартно, не как у всех и далеко не все решатся на такое сочетание. Потому что считается почему-то, что черное с коричневым категорически не сочетается. Но, как вы видите, это совершенно не так. Плюс, естественно, можно надеть без верхнего слоя. Это просто сейчас я так надела. И если надеть без верхнего слоя, например, у вас будет сверху бежевая футболка, а внизу черные брюки, тоже будет смотреться очень стильно. Причем футболка здесь, посмотрите, с таким красивым принтом. Это тоже бренд For Forms. Она, кстати говоря, с классной длиной рукава закрывает вот как раз ту часть. Когда хочется немножко прикрыть руку, вот эту часть, да, то есть у нее в этом смысле классный очень объем. Такая как будто бы футболка бойфренда. И за счет того, что у нее черные геометричные здесь буквы, они классно работают с черными брюками в комплекте. Продолжение следует... Следующее сочетание, чуть более привычное, черный плюс белый. На самом деле черный и белый это самое яркое вообще сочетание цветов, которые только бывают. Черный самый яркий темный цвет, а белый самый яркий светлый цвет. Когда мы их соединяем, получается самое яркое контрастное сочетание. Поэтому здесь тоже нужно быть максимально аккуратными. Смотрите, что я делаю, чтобы такое сочетание подошло мне, потому что, конечно, строго говоря, это не для моей внешности. Во-первых, я выбираю такой топ белый, который тоже далеко находится от лица, да, для того, чтобы не было вот этого сильного контраста. Во-вторых, посмотрите, я выбираю топ из трикотажа. Это не слишком яркий белый за счет того, что такая текстура, да, матовая. И поэтому смотрится чуть-чуть помягче. Я сделаю еще одну фишку. Я разбавлю это все сумкой плетеной, вот такой вот. И тогда эти цвета немножко перемешаются. Плюс, смотрите, у меня здесь есть вставки черные и коричневые, то есть тоже объединяет лук в целом. Поэтому это будет смотреться чуть-чуть помягче. Плюс добавлю сюда очки. Здесь уже выберу не плотные черные, а такие с градиентом, для того, чтобы с белым хорошо это все сочеталось. И было более мягкое сочетание. И вот так уже, на мой взгляд, смотрится очень хорошо. Вообще, чем больше мы снимаем этот ролик, тем больше я понимаю, насколько роскошный этот костюм, который я взяла для примера. Правда, абсолютно универсальная вещь для летнего гардероба. Поехали в следующее сочетание. Похожее сочетание с белым хочу вам показать, но немножко другая идея. Смотрите, тут плотный такой белый цвет с черной накидкой. А еще хочу предложить такой вот вариант, когда в качестве белого мы используем такую вот вязаную, в данном случае вязанный джемпер. Это может быть какой-то топ, кроше, да, любые какие-то такие летние истории. Что мне нравится в таких вещах? Во-первых, это всегда очень стильно смотрится, когда вы летом надеваете длинный рукав или просто используете кроше в качестве топа. Это всегда смотрится очень по-летнему, и это тот самый сезон, когда нужно носить такие вещи. Вот так, посмотрите, у вас будет просвечивать тело через такую вещь, и поэтому она не будет смотреться такой ярко-белой. И это для нас тоже очень важно, да, для того, чтобы сочетание черного и белого не было слишком ярким. Давайте я сейчас надену и покажу вам. Так, вот я надела, чтобы смотрелось немножко посложнее, если просто оставить вот так, будет немножко простовато, поэтому я хочу подоткнуть вот так аккуратно и нас борить. И будет смотреться очень стильно. Я обожаю этот эффект, когда тело просвечивает. У меня там просто бежевые гладкие бюстгальтеры, поэтому если вы думаете всегда, можно ли какие-то вещи носить прозрачные, как их носить, не надо поддевать туда майку, это смотрится не очень стильно. А вот какой-то бежевый нейтральный бюст, который не будет как-то ярко выступать. То есть, если вы наденете сюда черный, например, или белый бюст, он будет просвечивать, да, а телесный, он просто создает эффект такого голого тела. Можно взять тоже эту сумку, можно черную, в зависимости от настроения. И все, образ готов. Я, пожалуй, оставлю пока черную, мне нравится сочетание. И последнее сочетание на сегодня будет из раздела визуальных иллюзий. У меня есть целый урок тоже в моем курсе о том, как создавать визуальные иллюзии при помощи цвета, кроя и разных других деталей. Сейчас я вам покажу как раз одну фишку, которую можно сделать при помощи черного цвета. Если мы с вами создадим внутри комплекта черный цветовой стоп, например, черные брюки плюс черный топ, и сверху наденем второй слой контрастный по цвету вот к этому цветовому столбу, тогда наш силуэт будет выглядеть гораздо стройнее. Сейчас я надену и покажу вам, как это работает. И на самом деле я при помощи этого приема, когда была беременна вторым малышом 6 лет назад, умудрилась почти всю беременность скрывать от подписчиков то, что я в положении. Потому что вот этот черный цветовой столб внутри на фотографиях и видео вообще непонятно, что у вас там с зоной живота и как вообще все выглядит. Сейчас я надену, и вы увидите, как это работает. Так, вот жакет на мне. Вы видите, что образовался такой цветовой столб черный. Можно еще собрать, например, поясом. Вот так завяжу, специально, чтобы эту часть оставить, не буду ее закрывать плотно. Вот таким вот образом. И за счет этой цветовой иллюзии силуэт смотрится гораздо стройнее. Так что, если ваша задача сделать немного более собранный силуэт, почему бы не взять вот такую идею на заметку. Друзья, на сегодня все. Ну, я жду вас 23 числа на своем практикуме по созданию капсул. Уверена, этот практикум станет настоящей перезагрузкой для вашего гардероба. Обязательно приходите. Ссылки на вещи бренда For Forms, которые я использовала сегодня в этом видео, найдете внизу в описании. И там же есть промокод для моих подписчиков. Поэтому переходите прямо сейчас. Ну, а мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok